Мы идем на вершину Килиманджаро. Немножко запутались, то ли четвертый, то ли пятый день, но уже так долго. Вершина высотой почти 6000 метров, горная болезнь и нехватка кислорода. С раннего утра и до позднего вечера Александра шла к своей цели. Никогда в жизни, чтобы я куда-нибудь не забралась. Так что кайф и полная программа. Посмотрите, какая красота. Это облака. Мы гуляем прямо в облаках. Высота выше 4000 метров. Неделя без связи, ты словно оторван от жизни и живешь своей какой-то особенной мечтой – дойти. Я дошла до Ухуру. Ухуру – это вершина горы Килиманджаро. По словам девушки, покорение самой вершины заняло несколько часов. Вместе с командой проекта «Орел и Решка» она шла ночью, пять дней ввысь и два на спуск. Страшно было. Мыслей было очень много, но они плавненько сужались в одну. Какого черта я туда иду? Кому это надо и зачем вообще? Очень классная проработка личностного роста, характера, силы воли, мысли, всего духа, даже если у тебя тело неподготовленное. Головная боль, недостаток кислорода, мышцы от нагрузки ноют каждый день. Все прелести альпинизма испытала на себе, но ни о чем не жалеет. Я абсолютно неподготовленный человек. Знаете, здесь какой-то перелом стереотипов идет. Я в школе во всех кроссах шла последняя, собирала флаги. Я на третий этаж на лифте ездила. Сейчас алтайская путешественница вспоминает, как по счастливой случайности сбылась ее мечта. Девушка отправила заявку на участие в проекте, оказалась удачна. В это путешествие сбылось две мои мечты. Я всегда мечтала покорить какую-нибудь вершину. И очень сильно мечтала и хотела стать ведущей передачи «Орла и Решки». Собрали людей, таких же экстремальных, авантюрных телезрителей, как я, которые решили вместе с съемочной командой покорить самую высокую точку Африки. Вместе с Александрой в команду «Орла и Решки» также попало 13 участников из разных стран, в том числе из Америки, Франции, Украины и других. А вот посмотреть, как наша землячка покоряет высочайшую точку Африки, можно будет в январе следующего года. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.